Читал в интернете блог одного украинского парня, может мужчины, вот он все объяснил. Ничего Украина не потеряла с Крымом, а только приобрела. Как только все вернется в Освоязи, написал он, к старой дружбе, опять откроется граница. И Крым уже будет восстановлен, Украина сэкономит деньги, огромные деньги, которые она может потратить в другие места. Да и сейчас, пишет он, украинский житель, сейчас мы можем ездить, отдыхать, работать, отправлять туда своих детей, покупать землю, дома и ничего не строить там. Все будет строить Россия. Вот он прав абсолютно. Закончится война, все вернется, как было, а по-другому быть не может, потому что мы все равно все один народ, в общем-то, и Киев мать городов русских. Вот. И Украина часть сердца, так же, как Россия часть сердца украинцев любого. Ну, просто одно целое. Ну, конечно, мы разные народы, ради бога, там, и в одной России сколько там, сто национальностей. Ну, есть Россия, есть Украина. Как только мы станем одним, дружным, целым, со своими границами, песнями, гимном, ничего, ничего, языками, ничего, как все, граница открыта. Зачем они нужны? У птиц нет границ. Представляете, это хитрый, хитрый украинский ход, на самом деле. Я чувствую, это украинцы устроили. Вот. Потому что яблоко не съем, так понаткусываю. То есть они сделали так, что Россия Крым восстановит, мост построит, все сделает, потом все окончится, и украинцы придут, будут петь свои песни, будут вместе сало есть. Они скажут, ох, москалей опять надули. Вот так и будет. Так что мы, честно говоря, попались с Крымом, все сделаем. Вот. Украина близко там. Пока наши северные дальневосточники доедут, украинцы все заполнят, но уже будут шикарные дороги, шикарные отели. И везде будут жить жители Харькова, Львова, Киева, Полтавы. Вот. А наши там дальневосточники, которые этот Крым восстанавливали, будут ждать места в гостинице. Вот так оно будет. Украина опять нас обхитрила. Но мы им это прощаем, потому что они часть нас. Это хитрый украинский ход. Молодцы.